Добрый день! Мы рады приветствовать всех участников и участниц Solidarity Talk, которые организованы Центром гражданских свобод и Московской Хесинской группой. Тема нашего сегодняшнего обсуждения – изменение Конституции Кыргызской Республики, симптом консервативного поворота. Но мы хотим не просто обсудить результаты апрельского референдума в Кыргызстане и влияние консервативного поворота на постсоветское пространство и права человека, но и попробовать вместе подумать над теми способами международного взаимодействия правозащитников, как могли бы быть полезны в этой ситуации. Меня зовут Александра Матвичук, я председатель правления Центра гражданских свобод Украина, и я буду модерировать этот разговор с коллегой Михаилом Савой, передаю ему слово. Добрый день, друзья! Формат Solidarity Talks предполагает свободную дружескую дискуссию. Чтобы задать направление нашей беседе, мы пригласили спикеров из разных стран, я сейчас их представлю, но на мероприятие зарегистрировалось много региональных экспертов, и после выступления спикеров и ответов на вопросы спикерами, мы с удовольствием передадим слово всем желающим для презентации своей позиции и для обмена мнениями. Я хочу представить наших спикеров, которые все уже здесь с нами. Это Нурбек Тактакунов, адбакат, Кыргызская республика, Аркадий Дубнов, политолог, эксперт по Центральной Азии, Российская Федерация, Данут Абшивара, председатель правления Хельсинского фонда по правам человека Польши, и Аника Бакани, старший сотрудник по программам Венгерского хельсинского комитета. Я хочу всех сориентировать на то, что формат выступлений спикеров до 7 минут. Я очень прошу каждого спикера не только анализировать и оценивать, но также формулировать предложение, а именно, что может сделать международное правозащитное сообщество как ответ на обсуждаемый вызов. А этим вызовом является консервативный поворот, который мы будем рассматривать на примере референдума в Кыргызстане. После всех выступлений спикеров мы проведем раунд вопросов. Это должны быть именно вопросы, я это подчеркиваю, потому что вопросы очень часто путают с выступлениями и начинают здесь же выступать, для этого еще будет возможность. Мы будем реагировать в раунде вопросов на ваши виртуально поднятые руки, на любые другие сигналы внятные. Затем наступит время обсуждения, когда каждый сможет выступить. Я надеюсь, что нас будет достаточно много и у всех участников экспертный потенциал, поэтому давайте сориентируемся минуты на три, как на формат выступления. Я уже обратился к спикерам с просьбой формулировать предложение. То же самое хочу сказать всем участникам нашей встречи. Формат Solidarity Talks экспертный и мы хотим предлагать ответы правозащитного сообщества на самые разные возникающие проблемы в будущем. Еще я попрошу вас воспользоваться чатом. Внизу экрана видите такой символ чата и в ходе нашего разговора ответить на вопросы, какое время дня и какой день недели вам в будущем будут удобны для проведения Solidarity Talks. В будущем в Solidarity будут принимать участие самые разные эксперты, в том числе, возможно, и вы, если захотите. Поэтому мы сейчас расположены примерно в 12-часовых поясах, я подсчитал, ну так условно, от Киргизии до Соединенных Штатов. И это еще не точно, возможно, больше. Поэтому идеального для всех решения по времени дня не будет, но, тем не менее, нам важно сориентироваться в первый раз, когда лучше собираться. В первой половине дня, днем, вечером, в какой день недели. Напишите об этом нам, пожалуйста. Итак, я передаю слово нашему первому спикеру Нурбек. Пожалуйста, что у вас происходит? Прошел референдум, принятый, уже вступили в силу изменения в Конституцию. Как это влияет на состояние прав человека в Киргизстане? Вы на связи, Нурбек? Нурбек, включите, пожалуйста, микрофон. Микрофон включили? Да-да, нормально сейчас? Да, нормально, мы слышим вас, пожалуйста. Я приветствую всех вас. Спасибо за это приглашение. Очень интересный формат. Ну, я пробегусь вот по тем вопросам, которые были обозначены. Я не считаю, что вот этот апрельский референдум, каким-то окончанием или провалом 30-летнего эксперимента парламентской демократии, я считаю, что это, наоборот, этап эпохи в развитии демократии. И даже если мы обратимся к истории европейского парламентаризма, он тоже развивался вот от королевских, таких прокоролевских, олигархических парламентов. И постепенно он стал таким институтом общественного консенсуса. И я думаю, что там качество парламента росло от выборов к выборам. И точно так же и сейчас, и в Кыргызстане у нас тоже качество парламентов, оно просто необратимо будет расти от выборов к выборам. Тем более сейчас общественный процесс ускоряется. Я думаю, то, что там 300 лет происходило в Европе, у нас происходит за вот эти 30 лет. Мы где-то сейчас, скажем так, на уровне 16-го, 17-го веков европейской демократии. И я думаю, что вот апрельский референдум я бы не назвал провалом, я бы назвал таким тяжелым кризисом перед выздоровлением. Я вот говорю, что не надо даже беспокоиться насчет этой монархической конституции, она у нас называется ханституция, потому что приход этой правящей группы был изначально нелегитимным, соответственно, все их референдумы также нелегитимны. Вот революционеры 2010-го года, в отличие от них, они все сделали, как прошли такой правильный процесс легитимизации, эти не прошли, и поэтому они потеряют эту поддержку. Впоследствии мы, я думаю, сумеем отмотать историю до 5 октября прошлого 2020 года. Я думаю, уже есть результаты этого парламентаризма в Кыргызстане, потому что в Кыргызстане, собственно, появилась политика. То, что политическая игра, политическая конкуренция появились, начали появляться. Политики, они могут быть плохими, хорошими, но они уже не просто как начальники сидят, которые там дают приказы, которые исполняются, они уже чувствуют волну общественного интереса, они уже делают свою программу, опираясь на какие-то волны общественного интереса. Есть такие, конечно, проблемы с охлократией, но это, я думаю, тоже болезнь роста. И появляется политическое сознание народа. То есть люди видят и ощущают цену вот этой своей продажности на выборах, своей наивности, то, что они верят каким-то пустым обещаниям, они уже видят, на собственном, мы сегодня видим, когда видим вот этот весь абсурд, который творится, уже люди понимают, что это вот цена ихнего выбора. И еще, я думаю, в общественном сознании, вообще конституция, настоящая конституция закрепляется в общественном сознании, это не то, что текст, который написан, а в общественном сознании уже принцип сменяемости власти, а в Кыргызстане он уже закреплен, я думаю. Потому что эта сменяемость, она происходит очень быстро, и даже эта правящая группа, я уверен, даже они сами чувствуют, что они скоро сменят. Поэтому я думаю, что, если говорить об остальной части Центральной Азии, я думаю, там история чуть-чуть остановилась, но я думаю, что Кыргызстан – это как раз ключ к Центральной Азии и вот продвижению демократии. То есть я думаю, что нам всем надо понять, что демократия – это не есть какая-то всеобщая справедливость и благополучие, это процесс сохранения равновесия, баланс сил, общественный консенсус. И в этом плане я оптимист, ну и я считаю, что у меня есть, у нас у всех есть долг быть оптимистами в этом вопросе. Дальше много говорят именно о консервативном повороте на постсоветском пространстве в Восточной Европе. И я думаю, что этот консервативный поворот, он не только в Восточной Европе происходит, он определенный поворот, он и в Западной Европе виден. И я думаю, это просто волны, которые периодически так происходят, определенные откаты от демократии. Сейчас в условиях научно-технологического рывка, да, мы сталкиваемся с новыми вызовами. И вот этот ковид начал сбегать этот баланс между общественным и частным интересом. Но и в то же время он показал вот это значение общественной мобилизации даже при полной недееспособности государственных институтов. Я думаю, это просто процесс, нам нужно просто сохранять равновесие. И если говорить о механизмах международного взаимодействия, то это, естественно, международные институты по правам человека, потому что новые технологии позволяют нам, правозащитникам, более эффективно уже взаимодействовать, обмениваться опытом вот таким вот образом, объединяться в региональные какие-то формирования, инициировать реформы в самих международных институтах, потому что они тоже забюрократизированы. И главное, я считаю, что нужно вдохнуть новый смысл в понятие прав человека, потому что понятие прав человека, особенно после развала Союза, в нем есть что-то такое нудное, жалобное. Это как бы, что государство должно делать так, а оно делает эдак. То есть нужно вернуть какую-то романтику в эту борьбу, потому что борьба за свободу – это всегда романтика. И то есть нужно, потому что права человека – это не просто обязательство государства, это также импульс от людей, от самого человека, который тоже должен, обязан, нет гарантированной справедливости, нет гарантированной безопасности, есть просто усилия человека по защите своей безопасности, по защите своей свободы. И я считаю, что в этом есть романтика. И в плане, ну, если говорить о каких-то предложениях, то, конечно, я бы сказал бы, наверное, что вот уже, наверное, надо отказаться от вот этих, я считаю, международным институтам, да, развитым демократиям уже нельзя просто навязывать, то есть привносить, пытаться взрастить институты, да, нужно как-то… Демократия, она может рождаться только изнутри, только сами граждане могут у нас врастить демократию, и поэтому важно, чтобы вот эта международная помощь, она просто не мешала вот этому историческому процессу. Вот в целом мои соображения, поэтому я думаю, наверное, мало каких-то конкретных предложений, но я думаю, в процессе разговора они у меня созреют. Я уверен, что вам еще поступит достаточно много вопросов, просто мы договорились, что вопросы будут после выступлений всех спикеров, потому что, возможно, кто-то уже ответит в своем выступлении на предполагаемый вопрос. Спасибо большое. Спасибо, Нурбек. И я передаю слово Лесе. Я спасибо тоже присоединюсь к благодарностям Нурбека за выступление. Интересно было отметить, что уровень парламентской демократии растет, но в то же время находится, и вот я записала за Нурбека, где-то на уровне 16-18 столетия европейской демократии, но все же, отталкиваясь от принципа сменяемости власти, который в Кыргызстане зафиксирован и утвержден в действии, не могу не вспомнить про изменения в Конституцию Российской Федерации 2020 года, который этот принцип сменяемости власти немножко поставила под сомнение. И сейчас я бы пригласила к слову Аркадия Дубнова, политолога, эксперта по Центральной Азии, и попросили бы его тоже поднять вопрос изменений в Конституцию Российской Федерации. Вот такое вот сравнение было бы целесообразно. Прошу вас, Аркадий. Спасибо. Правильно, Олеся, да, наверное, вас Михаил называет? Я и Олеся, и Александра, и Саша, и Леся. Вот как нравится, так и не бывает. Олеся мне очень нравится. Спасибо. Ну, смотрите, во-первых, я благодарен Нурбеку за его прекрасное, так сказать, яркое, очень в каком-то смысле образное, в другом смысле противоречивое преступление, но оно дает пищу для размышлений. Я постараюсь там тоже коснуться этого. Что касается России, российской конституции и особенностей, так сказать, как вы говорите, сравнения, я бы вообще отказался от того, чтобы, например, сравнивать изменение в России с изменением в Киргизе. Понимаете? Не обвиняйте меня, так сказать, в излишнем империализме, тем более вы, Олеся, в Украине находитесь. К сожалению, я хочу обратить внимание, что, к сожалению, события, политическая жизнь, глубокие метаморфозы, происходящие у меня в стране, они определяют состояние умов, дел, политики на всем постсоветском пространстве. И даже в Украине, к сожалению. Поэтому, вот, если бы не было бы изменения, было бы, скажем так, не было бы изменения российской конституции, не посмели бы в Киргизе перевести, так сказать, имплементировать такую сумасбродную конституцию, которую она приняла без сучка и задоринки, этот процесс прошел, что само по себе говорит о обсутствии какой-то резистенции, сопротивления этому процессу. Это говорит еще в большей степени о Киргизе, даже чем в России, об отсутствии здорового гражданского общества. Если в России мы не способны были этому противостоять, то что говорит о Киргизе? Я не буду пересказывать особенности этой ревизии конституции в России. Самый главный ее пункт, вы уже сказали, бесконечное продление сроков действующего президента, для которого сделаны исключения. Конституция фактически, это конституция, заточенная под одного человека, Владимира Владимировича Путина, и никто с этим особенно не заморачивается. Мы все знаем, что это де-факто легитимизируется царское правление. Причем царь, так сказать, правит, но в общем, в каком-то смысле уже скоро мы приедем в состоянии, что он не властвует, потому что властвуют чиновничьи, чиновничий класс, властвуют силовые структуры, а царь правит. Он как верховный авторитет, до которого добраться сложно, иногда он позволяет это делать, до него добраться. Для этого устраиваются такие шумные акции, как открытые линии, ежегодные конференции, сомитация, так сказать, связи с народом и тому подобное. Демократия, консервативный поворот. Ну вот, собственно говоря, все уже ясно. Значит, мир сегодня очень быстро изменился, и технологически здесь, я согласен, Орбек заметил эту деталь, технологическая, так сказать, скорость изменения мира, она значительно превышает состояние умов и трансформацию, и готовность человеческого разума освоить эти достижения, справиться с ними. Тут просто каждый раз я много лет уже вспоминаю великого Жан-Жака Руссо с его, так сказать, чуть ли не юношеским трактатом, способствует ли прогресс цивилизации в улучшению нравственности человека. Да, так сказать, прибегая к ненормативной лексике, скажу, ни хрена не способствует, ни черта не способствует, да. И мы видим последствия этого. Мы обнаружили, что великое технологическое, так сказать, совершенствование разума, которое создало такое явление, как интернет, мгновенная связь и способность людей общаться друг с другом, социальные сети, порожденные этим интернетом, обнаружили всю слабость массового человеческого сознания, всю его неподготовленность, всю его, извините, примитивность, да. И в этой связи я никогда бы не сказал, может быть, еще там пять лет назад того, что сейчас скажу. Когда мы говорим о демократии, я уже начинаю шпаняться к тому, что правы были те умы, аристократы, которые призывали к введению ценза избирательного, к введению имущественного ценза, к введению образовательного ценза, потому что абсолютно равное предоставление избирательных прав. Я ставлю спорный вопрос, я не утверждаю, что именно так это должно быть, но я ставлю вопрос. То есть вот этот общий, так сказать, равный допуск всех к праву быть избираемым и избираться приводит вот к этой невероятной, так сказать, невероятному уровню ахлократии. Победа в Киргизии нынешнего правящего, так сказать, я боюсь сказать, слова, либо там приход в власти правящей элиты, слова такие совершенно несообразные с тем, кто сегодня правит в Киргизии. Не есть следствие вот этого всеобщего избирательного, так сказать, права, да, но есть, как бы вам сказать, выражение неготовности людей уважать сами процедуры демократические, да. Вот Нурбек сказал про 16-17 век, я не знаю, может, он как-то имел в виду нечто другое, но уважение к власти в 16-17 веке имело место быть, как мне кажется. Мы уже забыли, мало кто из нас помнит те времена, да. Но тем не менее отсутствие полного уважения, так сказать, к процедурам породило вот эти вот быстро сменяемые, так сказать, структуры власти в Киргизии. Не случайно, Нурбек, может быть, даже немножко этим гордится, немножко за тем, что у нас так быстро сменяется власть. Но почему она так быстро сменяется? Потому что, в первую очередь, ну, бог же не эту власть там не уважает, но не уважается процедура смены власти. Да, вот это полное игнорирование процедур не позволяет демократическим, так сказать, устоям утвердиться, да. Почему она еще не позволяет? Почему это не уважение к процедурам? А просто люди не знали раньше вообще, что процедуры важны. Если мы вспомним одну из, так сказать, теоретических установок, сейчас такое демократия. Демократия – это процесс, процедуры. Как говорил ренегат Эндрю Бернштейн, которого критиковал Каутский и все, Данин там, Ленин, что они ренегаты. Он же… Почему? Потому что большевики говорили, что цель является всем, процесс – ничем. А он говорил наоборот. Цель будет определяться тем, каким будет процесс. Понимаете? А большевикам нужно было, так сказать, коммунизм, и можно было миллионами трупов в процессе достижения устилать этот путь. Вот мы и получили, что мы получили. Поэтому, повторяю, Киргизии пока не будет уважения в большей степени, чем это сейчас есть, с процедурам, тем хуже будет. Я не хотел бы, чтобы так уж быстро сменилась власть Киргизии, потому что если с такой скоростью она будет меняться, ну, то есть, если только можно неприличный анекдот вспоминать, что мы с такой скоростью, так сказать, до мышей дойдем, да, меняя власть. И мыши приедут к власти. Я сейчас говорю очень цинично и, может быть, грубовато, но гордиться тут нечем. И дальше. Вряд ли Киргизия может устоять в этом смысле со своим, так сказать, стремлением к свободе в этом, в демократии, в этом окружении. Вот, опять же, Нурбеков упомянул, что, мол, вся остальная Центральная Азия остановилась в своем стремлении. Дорогие мои, я думаю, что вот эта остановка в каком-то смысле, может быть, даже благ, нужно пересмотреть как бы сам процесс установления государства Центральной Азии, да, и строительство. Все, я заканчиваю. Я как благодарная роль модератора напомню о времени. Да, да, да. Поэтому не стоит думать, что Киргизия сможет стать каким-то рывком в светлое будущее и оставить за собой все остальные соседи. Не только Центральная Азия и все постсоветское пространство, включая Восточную Руку. И последнее. Мне очень понравилось тоже его замечание, что, может, стоит пересмотреть в каком-то смысле понятие прав человека. Уж слишком оно сегодня универсально. Понимаете? Универсально, как бы, невзирая на политические и цивилизационные особенности различных регионов. Мой российский пример, связанный с политикой международной амнистии по отношению к признанию Навального политическим и ужником совести. Это решение пересмотрено, ему вращен статус, но сами принципы, на котором основывалось это решение, в отказе ему. Это уже некий маркер. Надо немного быть осмотрительным. Ну и второе. Правозащитные общие универсальные ценности сегодня подвергаются сомнению в конфликте на Ближнем Востоке. Я не очень, так сказать, благожелательно отношусь к беспредельному, одинаковому осуждению сторон конфликта в этом Ближнем Восточном, так сказать, в этой гирилле Ближнем Восточном. Мне не нравится чрезвычайная левизна правозащитного движения, которая стоит на одну доску государства и туристические структуры, которые атакуют это государство. Вы понимаете, о чем я говорю. Хамас и Израиль. И с этой точки зрения близкие мне друзья из таких уважаемых структур, которые я очень люблю, у которых у меня много друзей, например, как Фельсин Киотч, меня не радует их, так сказать, бескомпромиссность их оценок. С этой точки зрения, я опять повторяю, замечание Нурбека имеет право, так сказать, на рассмотрение. Спасибо. Я приветствую всех, кто присоединился к нам в течение последних минут, в том числе на Фейсбуке. Спасибо, Аркадий. Есть пища для размышлений и наверняка уже планируются вопросы к вам. Сейчас я вспомню о том, что в течение нескольких последних лет разные страны в нашем регионе как бы передавали друг другу эту эстафетную палочку консерватизма. Сейчас мы говорим о Тиргизии. Год назад в центре внимания были изменения Конституции России. Еще перед этим мы видели многотысячные демонстрации поляков, которые протестовали против изменения законодательства Польши, против изменений, которые носили явно такой патриархально-консервативный характер. И я передаю слово Дануте с тем, чтобы она высказала свою точку зрения, свою позицию, предоставила свою аналитику по поводу того, что происходит. Пожалуйста, Данута. Данута, включите микрофон, пожалуйста, вас не слышно. Данута, микрофон. Добрый день. Я большое спасибо за приглашение. Я начну с причин, которые привели к консерватовному повороту в Польшу. С неформальным строительством системы современного авторитаризма, потому что на самом деле если посмотреть на то, что теперь происходит в Польше, это путь к такому системе. Как это случилось? На основании праведенных и социологических исследований можно выделить три разные объяснения. Почему после 2015 года в Польше произошло это неформальное изменение политического системы? Первое объяснение оно очень похоже на то, что уже звучало здесь. Предполагает, что изменение является частью более широкой тенденции обращения, обращения к популизму. В этот раз речь идет о консервативном популизме, вызванном страхами и угрозами связанным с растущей, сложностью и нестабильностью мира. Второе объяснение предполагает, что изменение было вызвано искусственно созданным предложением и усталостью одной партии, которая находилась у власти в Польше слишком долго для общества. Резкая и последовательная критика указывает только на эгоизм и неэффективность правящей партии принесли свои результаты. Третье объяснение обращает внимание на факторы, которые создали спрос на системные изменения. И речь идет о таких явлениях, как признание большинства того, что социально-экономический париадок сформированный после 1989 года не является справедливым, втам слабая привязанность значительной части общества к liberalным ценностям. Мы этого не увидели во время. на конец то, что большая часть общества, это обозначает избирателей партии право и справедливость, обладает определенными чертами характера. Это послушение, смирение, подчинение и соблюдение хирургии и отдает предпочтение консервативным ценностям, где для которых характерно-католическое мировоззрение, точка зрения Польша только для Палаков, согласие на более важную роль церкви в государстве, отвращение к чужакам, в сочетании с либоэкономичными постулатами, государственный интервенционизм, ожидание общего благосостояния. Можно предположить, что во всех этих объяснениях есть большая доза истины. Разные объяснения доминировали среди причин отхода от либеральной демократии в разных этапах этого отхода. Я посмотрела на последовательные этапы неформального перехода до этой системы современного авторитаризма на модели Брюса Акермана. Он выделяет пять этапов этого перехода. Первый, когда конституционный революционер приходит к власти и не признает существующих правил игры. Второй, используя метод готовых фактов, он вводит обязательные новые правила и сталкиваясь с жестким сопротивлением. Это были эти массовые демонстрации в Польше несколько лет тому назад. Третий этап, это когда революционер получает определенное подтверждение своей правой, например, побеждает в следующих выборах. В Польше это случилось, как вы знаете, в два последнего. Четвертый этап, происходит социальная ратификация неформального конституционного изменения. Сопротивление революционеру уменьшается, центры сопротивления начинают сдаваться. И пятый, последний этап, это новая система консолидируется, понимание конституции меняется и становится общепризнанным и применяемым. Ну и это очень сложно, потому что мы уже очень далеко продвинулись. На данный момент мы находимся на конце четвертого этапа. Под контролем уже находятся конституционный суд, национальный судебный совет, частично верховный суд и высший административный суд, в полностью государственные средства массовой информации, а прокуратура, полиция и спецслужбы подчиняются за властям, а не законам. Выключены все предохранители, которые обеспечивают правительство законов. Еще остались суды, но процесс их разрушения продолжается. В настоящий момент предпринимается попытка нападения на офис амбудсмена. Это был последний амбудсмен, который еще у нас остался в руках. Риторика и пропаганда нынешней власти в Польше очень эффективно реагирует на потребности своей части электората. Около 30% поляков их поддержка. Для очередных 30% такого рода действия не являются проблемой. Материальные выгоды, поученные в краткосрочной перспективе, даже если в долгосрочной перспективе, они будут очень дорогостоящими, склоняют эту часть общества к поддержке, а не к отказу от действующей власти. У устаившейся третьей с разбитой оппозиции меньше шансов прийти к власти. К сожалению, это может позволить нынешней власти плавно перейти в пятом этапе полного изменения политического системы в форму современного авторитария. Своего рода гибрудного системы, который содержит формальные элементы демократии, например, выборы. И, похоже на демократические институты, реализует стремление исполнительной власти к полной централизации власти. Последствия для прав человека. На первых двух этапах действия разрушающие основы верховества закона были очевидны только для сторонников liberalной демократии. А полностью понятны только относительно небольшой группы особо вовлеченных людей, экспертов, юристов, активистов гражданского общества. Однако эти действия не имели возможности прямо влиять на уровень восприятия соблюдения прав человека отдельными гражданами. Но выключение последующих предохранительных системы конституционной демократии означало, что когда возникла пандемия, власти и могли, и решили воспользовать фактическим, чрезвычайным положением. Это не было формально-законом. Фактически это было преимущественное положение. Во-первых, ускорили тимпы демократического разрушения. Во-вторых, использовали растущий в обществе уровень угрозы, чтобы четко ограничить право и свободы человека. Предполагаю, что это встретить меньше сопротивления, чем в обычных условиях. Так и стало. Во время преженских выборов, которые ломали все конституционные принципы конституции Польши, не было массовых демонстраций. До сих пор, но они ввели эти очень сильные ограничения и пошли один шаг задалеко. Они запретили, на самом деле вообще запретили женщинам право на аборт. И это возбуждено очень сильные демонстрации осенью прошлого года. Но эти демонстрации власть очень сильно... Донута, я напомню о времени... Да, я уже добиваю до окончания писания. На данный момент у нас сложилась ситуация, в которой люди, которые критикуют власть любым способом, сталкиваются с серьезными нарушениями их прав и свобод. Ну, ограничения прав и свобод в результате неправильного законодательства, отключения предохранителей и непосредственно введения их ограничений, граждане, которые не участвуют в публичной деятельности, по-моему, начнут замечать с течением времени. Пока это еще не так для них очевидно. Это уже коснулось, например, женщинам права на аборт или предпринимателей, которые не согласны с незаконными ограничениями связанными с пандемией. Следует эта ситуация, когда произойдет более массовое пробуждение общества и когда будут исчерпаны все формы мирного отставления своих прав. И выбирать нужно будет только между улицей и за границей. В Польше уже на самом деле остается улица. Нам надо обращать внимание на за границей. Но польская власть пропитывается мнением международных органов. И если за этим не последуют значительные, предпочтительно экономические санкции. Так что нам надо на это обращать внимание. Данута, спасибо большое за ваше выступление. Я хотела бы обратить внимание участников и участниц, что у нас уже началась дискуссия в чате. Если вы не посмотрели, то я обращаю ваше внимание. Там участники пишут, обмениваются мнением и можно вступить в эту письменную дискуссию. И из того, что сказала Данута, мы видим, что происходят две тенденции. Первая, я так обозначу коротко, идет противоставление настоящего, так называемого настоящего народа против всех других, которые не согласны с правящей властью. Их условное маркирование как изменников, не настоящего народа. И вторая такая тенденция, которая тоже мне четко прослеживается, это атака на институции, это подрыв существующих институций. И декларация, что они нам не нужны, мы переходим к прямому народовластию и эту волю народа как бы знает и осуществляет именно правящая партия. Но вот эти две идеи на самом деле Польша, польское правительство черпало у соседей, у венгерского правительства. И мы знаем, как тесно они координируются между собой и как они используют одни и те же внедренные в той или другой стране ноу-хау по очереди. И поэтому я хочу с большим удовольствием передать слово Анике Абакони, старшему сотруднику по программам бенгерского хельсинского комитета, чтобы она представила нам срез ситуации, что происходит в Бенгрии. Аника, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. И коллеги, извините, но я буду по-английски говорить, потому что я не так хорошо по-русски говорю, как Данута, например. У нас ситуация очень похожа, но буду по-английски, если кто-то будет перевести, пожалуйста. Я здесь, я готова подключиться к переводу. Единственное, что он будет синхронный. Ой, последовательный, простите, не синхронный. Спасибо. Значит, только вот немного говорить, да, а потом ждать. Да, да. Хорошо, хорошо. Хорошо. So, thank you for the invitation. And first of all, about the title that I was given about the conservative turn, and then I heard what my colleagues from Poland and Kyrgyzstan and Russia said. I think in Hungary, I would seriously doubt if it's a conservative turn in the sense of the word, because we think that the way in which the democratic institutions are attacked and this whole idea with democratic backsliding that is happening, this is far from the traditional understanding of a conservative government. Я буду переводить. So, I think it's the problem from the point of view of human rights is not the fact that the government is conservative. It's rather what something similar that Danuta was saying, how it is authoritarian, how it is repressing, how it is centralizing all the powers in its hands, and how it disrespects democratic values. So, from the point of view of a human rights organization, this is the problematic part, not the conservative ideology. And also, I want to come back to what Norbeck was saying. I think the problem is also the way in which they view human rights, the way in which they understand the concept of human rights, how it is selective, how it doesn't apply to everybody, but only like a certain part of the population or certain part of the rights are viewed as human rights. So, I would like to mention four points. First, I would like to say a few words about the democratic backsliding and the situation of rule of law in Hungary. And the second point I want to make about the situation of civil society in Hungary. The third is how this impacts the situation of a human rights organization like the Hungarian Helsinki Committee. And finally, I want to say something what we could do about it. So, I'm going to talk about the four main aspects of this topic. So, I'm going to talk about the four main aspects of this topic. So, I'm going to talk about the background in terms of the right people. Okay. Rules of law – это… Rules of law – это… Верховенство права. Да, верховенство права. Да, спасибо. Исходя из этого, какая ситуация с civil society, то есть общественным активизмом, гражданским активизмом, какой вклад НГО, таких правозащитных НГО, как Хельсинский комитет, и что мы, собственно говоря, с этим всем можем сделать. Аника? So, just very briefly about the situation of rule of law, because I think what Danuta was saying, the scale of where we are, we are in a very similar place, like Poland, between the scale of 4 and 5. If I remember correctly. Итак, как Danuta сказала, начну с верховенства права, и как Danuta сказала, что у нас очень похожая ситуация, которая происходит в Польше, и last 5.5. И если я правильно поняла, да, что у нас сейчас очень... Please, last sentences. So, she mentioned the scale of 5, and then she said that Poland was at the end of 4, and then coming to 5, and I think we are in a similar situation. То есть, по такой оценке, что Польша сейчас на уровне 4, на самом деле близится к 5, и вот Венгрия, по оценке Айоники, тоже где-то здесь. Итак, главная проблема сейчас в Венгрии – это система правосудия. The second one is corruption. Вторая – это коррупция, очень знакомая для Украины, извините, премьередактора. And then media pluralism, media freedom. Да, свобода прессы и, собственно, возможность свободы мысли. And the situation with checks and balances. Ну, и в целом система противовесов и прозрачность этой системы. So, I'm not going to go into detail how this is currently, because I understand that the time is really short. Я не буду вдаваться в детали, как, собственно, сейчас это там глубоко происходит, потому что не хватает времени. But I'm going to talk about how civil society is viewed, and then the attacks on civil society. Ну, я остановлюсь на том, каким образом реагирует гражданское сообщество, и как оно в ответ на это получает атаки в свою сторону. So, in Hungary there are two important laws against civil society, which are… The first one follows the Russian recipe, the foreign agent law. Сейчас в Венгрии у нас есть два основных закона, которые вот обеспечивают эту правовую атаку на гражданских активистов. Одно из них – это калька, собственно говоря, с российского закона о иностранных агентах. So, this is… This was… It is from 2017. And actually, at the… You know, the Europe… The Court of Justice of the EU ruled that this was against EU law. This happened last year, last June. And just yesterday, this law was repealed. It was withdrawn. But in its place, they at the same time accepted a different one, which serves very similar purposes. So, and then the second one, and the second law, which is still in place, this is actually a change to the criminal code. And then it makes supporting illegal migration a criminal act, which means that basically the work that some part of the work that we do at the Hungarian Helsinki Committee, assisting asylum seekers and refugees, has become a criminal act. Okay. So, there is a second law. In fact, this is a law, which does still exist in the criminal code of Hungary, which criminalizes the support of illegal migration in Hungary. And then this law, so the constitutional court in Hungary regarded that this law was fine. This was regarded as constitutional, although they did say that it would be unacceptable to find people guilty if they are assisting asylum seekers. But there is still this uncertainty about this law, what it really means for people who do this work. Well, the constitutional court in Hungary, I have a right to understand the law of Hungary, I have a right to understand the law of Hungary. И что на самом деле они считают, что это нормально обвинять людей, которые непосредственно работают в таком процессе. Но мы все еще ждем интерпретации этих заказов. Что это означает на самом деле для людей, которые работают в этой сфере, в сфере с мигрантами и беженцами? Для нас это означает, прежде всего, я сейчас перехожу к третьему пункту. Для нас это означает, что это меняет всю атмосферу, все условия, в которых мы на данный момент вынуждены работать. Так, до этого мы имели такие меморандумы о сотрудничестве с полицией и с СИН, то есть системой реализации защиты из СИН. Собственно говоря, тюремными системами. И все они отказались от этого сотрудничества, от этих меморандумов в 2017 году. Это означает, что мы не можем зайти внутрь этих институций, то есть там, где места они свободы, и проводить независимый мониторинг этих мест. Да, и фактически у нас нет ни официальных, ни неофициальных форм сотрудничества с этими структурами. Чиновники, сотрудники государственных структур не могут посещать наши обучающие мероприятия. И в данном случае, как раньше, они не могут получать от нас консультации в отношении законодательства и реализации прав человека. И в результате вот такого коммуникации с ним мы понимаем, что мы должны пересмотреть, собственно, форму своей работы как организации. Да, мы продолжаем работать, собственно говоря, с теми же темами и так же, как работали до этого, но сейчас наши методы должны быть значительно более изысканные и более креативные. Но на самом деле в этом кругу я прекрасно понимаю, что все в похожей ситуации и наши российские коллеги, у которых мы учимся и берем эти примеры, значительно дольше находятся в такой ситуации. Мы здесь для себя понимаем, что мы понимаем, что мы понимаем, что мы понимаем, что это значит, что мы понимаем. Да, мы здесь для себя понимаем, что нам нужно выходить на более широкие аудитории, и вопрос не просто в количестве, а в значительно больше разнообразии людей, к которым мы можем донести свои месседжи, к которым мы можем объяснить, почему так важно, чтобы у них было понимание прав человека и почему это, прежде всего, нужно им. Это, прежде всего, зависит от нас, такое распространение концепции брав человека на широкую аудиторию, и мы считаем, что мы справимся с этим заданием. Спасибо. Спасибо и вам. Огромное спасибо, Данука. Было очень много практического. А, Ника. Я извиняюсь. А, Ника. Да. Полезного для всех. И я хочу сказать, что у нас сработал закон Паркинсона, то есть все, что мы запланировали, на самом деле требует больше времени. У нас не осталось времени на специальный раунд вопросов и ответов. Вопросы можно будет задавать по ходу ваших выступлений. Мы переходим к выступлениям. У меня просьба, друзья, оценивать не своего оппонента, а разговаривать о смыслах, о содержании. Внизу экрана у вас есть такой значок реакции. Там можно нажать, поднять руку. И вот есть уже первая рука. Александр Сунгуров, пожалуйста. Большое спасибо. Слышно меня, да? Большое спасибо за приглашение. Мне кажется, что это очень интересное начало обсуждения. С разных точек зрения мы видим нечто общее. Я хочу начать свое краткое выступление тематикой, не состоявшегося, к сожалению, семинара выпускников программы Кэнон Институт по Advanced Russian Studies, которое должно было состояться в прошлом году, но не состоялось. Но в объявлении было очень интересное название этой конференции, этого семинара. В Праге должно быть состояться. Новый. Суверенитизм. И речь шла, и у них вышел, и сейчас на Украине вышел журнал «Политика и идеология», да, насколько я понимаю, тоже при поддержке Кэнонского института. И это, собственно говоря, материалы на эту тему. Новый. Суверенитизм. Речь идет о том, что во всем мире начинается волна усиления суверенитизма после определенной достаточно сильной волны глобализации. Мне кажется, и они относят к этому суверенитизму и Трампа тогда, и Брекзит, и Путина, и многое другое, то, о чем говорилось сегодня уже на, что происходит в Польше, в Венгрии и не только в этих странах. Мне кажется, вот на все эти события это достаточно серьезная тема, в том числе и относится к такой теме, как наличие нелиберального гражданского общества, о котором тоже раньше не говорилось. И вот начиная с уже года три на международных конференциях появляется это понятие, анализируется в том числе, опять-таки, события в Польше и в Венгрии. И мне кажется, очень важно на эти точки зрения, во-первых, сравнительные исследования, сравнительный анализ крайне полезен, я полностью поддерживаю начавшуюся дискуссию. Но, во-вторых, мне бы хотелось использовать те наработки, которые сделаны были еще в дореволюционной России, и после нее, я имею в виду гипотезы циклов, которые могут быть с 11-летними. Сейчас, кстати, мы живем в период рост активности Солнца. В этом году начинается новый цикл. Предыдущий цикл был в 11-12 годах. Это тоже о многом говорит, но циклы могут быть не только 11-20-летние, но и большего размера. И, прежде всего, за все серьезные перемены в глобальном мире происходит циклическое. А это означает, что за волнами реформ наступает волна отката, контрреформ. При этом можно считать, что это плохо, потому что хочется реформ до конца. Но есть и точка зрения моего коллеги, политолога Михаила Ильина, который приводит пример о том, как мы считаем, сколько лет было успиленного дерева по числу колес над ней. Как известно, светлые кольца – это более быстрый рост древесины влетом, а более темный – это более медленный рост древесины зимой. За счет чего дерево приобретает устойчивость против ветров и так далее. Поэтому Ильина сказала, кто может сказать, что для дерева полезно только быстрый рост древесины. Без обратной волны невозможно устойчивое развитие страны или мира в целом в эпоху глобальных катаклизмов. Поэтому моя идея очень простая – не вдаваться в алармистскую линию и не говорить, что те, кто имеют точку зрения противную тому, что право человека побеждают и должны побеждать, что это обязательно человек, который сторонник тиранов и так далее. Это уже прозвучало в дискуссии в чате. Задуматься об естественных процессах, которые позволят нам, тем сторонникам прав человека, мы все, по-моему, к этому принадлежим, этой идее, этой концепции, которая возникла, пережить сложные времена, времена отката, которые могут иметь далеко не только примером Путина, а Путин может быть одним из примеров этой волны отката, и дождаться следующего периода, но не просто, следующий период уже будет на новом этапе. Это примерно так же, как в Советском Союзе кричали, что Каспийское море милее, и что надо срочно поворачивать северные реки, чтобы его подпитать водой. Слава богу, не успели, потому что Каспийское море стало просто цикл многолетний. Снова стало расширяться и затапливать дома Махачкалы, построенные рядом с морем. Уже затопило подвал этих домов. Поэтому нам тоже, мне кажется, надо смотреть с точки зрения вот такого масштаба десятилетий, в том числе, и быть спокойны, принимать тяжелые времена, которые, я думаю, мы переживем бесспорно, чтобы быть готовым с большим успехом идти на следующую волну уже глобализации с человеческим лицом, локализации, как угодно, и сможем сделать более для всемирного мира. То есть, в то же время, понимая, что когда идет встречная волна, то можно, конечно, и сопротивляться, и нужно, но, на мой взгляд, для выживания, когда идет волна-цунами, важно найти те деревья, за которые можно зацепиться, чтобы тебя не смыло туда. Стоять же на против волны и кричать, как вы смеете на нас нападать, это, ну, можно, конечно, но впоследствии этому всем понятно. Вот коротко, что я хотел бы сказать. Спасибо, Саша. Сторонником диктатора стать очень легко в современном мире, особенно если люди не знают друг друга, да, то одно неловкое слово, и ты сторонник диктатора. Да, да, да. Пожалуйста, Слава. Микрофон включите. Да, я включил. Ну, уважаемые коллеги, во-первых, большое спасибо за приглашение, за очень интересное содержительное выступление. Я здесь представляю Туркменистан, вот, и то, что происходит в Кыргызстане, вот мы всегда, в общем-то, знаете, за этим наблюдались с огромным, с огромным интересом, частью того, насколько вообще возможно построить так вот демократическое общество, в общем-то, достаточно поймать репрессивно-тоталитарное окружение вот среди стран Центральной Азии. Если взять Кыргызстан, Кыргызию, то для меня, в общем-то, знаете, есть два парадокса, связанные с этой страной. Первый парадокс – это то, что произошло, в общем-то, 10 лет назад, когда после очередной модификации Конституции в миру явилась, в общем-то, парламентская республика, вот, и то, что эта парламентская республика просто существовала 10 лет, в общем-то, достаточно вот в таком деспотичном окружении Центрально-Азиатских вот так вот вождей, вот, президентов, царей и так далее. Вот, а Китай, я уже об этом не говорю, то есть, тоже достаточно близкий репрессивный сосед. А второй парадокс этой страной связан с тем, что, собственно, касается вот этого референдума, который прошел в апреле месяце, вот, когда были внесены, в общем-то, изменения в Конституцию, эти изменения в Конституцию были приняты. Но здесь важно сделать, думаю, одно очень важное замечание. В этом референдуме приняло участие, по оценкам, в общем-то, так вот, ЦИК, что-то где-то около 30% населения. И парадокс связан с тем, вот, а куда делись остальные две трети населения, потому что за протяжении последних 25 где-то лет вкладывались достаточно большие деньги в развитие гражданского общества, и чтобы это самообщество было достаточно активно. Но вот это общество почему-то практически проигнорировало судьбоносное этот референдум, и практически согласилось, молча, не принимая участия ни в каком референдуме, с тем, что страна от парламентской республики перешла, в общем-то, по президентской, ну, я думаю, перспективной диктатуре, вот, которая ничем не будет отличаться от других диктаторских от режимов в Средней Азии, вот, в ближайшем окружении. Вот эти два парадокса. Ну, и то, что произошло в Кыргызстане, вот, я думаю, можно извлечь, вот, по-моему, так вот, три урока. Ну, первый урок. 30 лет все-таки понимать не панацея, чтобы переплавить генетический код вот нации, вот так вот этого народа, к тому, что можно жить, в принципе, так вот, при инструментах, вот, институтах народовластия, то, что мы называем демократией. Ведь если взять ретроспективу так, то все нации, все народности на территории современной Средней Азии на протяжении последних 400, а может быть, 500 лет жили под управлением различных, понимаете, деспотий, вот, ханов, сатрапий и так далее и тому подобное. Это привод достаточно глубинным таким, понимаете, вот, отпечатком ментальности, что среди даже турмен меня часто спрашивают, так вот, Вячеслав, а как можно вообще жить без ханов? Вот для них это крайне сложно понять, что можно жить без хана, то есть, управляя страной с помощью инструментов народовластия. Вот, я думаю, это первый урок, что 30 лет все-таки маленький срок для переплавки вот этой, понимаете, ментальности, вот, раболевства и согласия жить под управлением хана. То есть, все-таки народ согласен, ну, большая часть, наверное, народ согласен с тем, что жить хорошо можно, если хан будет добрый и будет умный. Второй урок, вот, в чем заключается, что требуется, думаю, более долговременная поддержка институтов гражданского общества и неправительственных организаций. Действительно, на волне, как говорится, начала этого строительства в Кыргызстане, как грибы после дождя, возникали, в общем-то, гражданские организации, неправительственные организации, и они очень обильно финансировались. Все это привело к бурному росту количества организаций. Насколько мне не изменяет память, сейчас в Кыргызстане их несколько тысяч организаций. Но этот ручеек примерно где-то вот 7-8 лет назад стал достаточно подсильно, как говорится, становиться все тоньше и тоньше. В результате очень многие организации лишились вот этой грантовой поддержки. А лишившись грантовой поддержки, эти организации выпали с общего поля, как говорится, демократического строительства, и страна потеряла, по сути дела, тот золотой актив, который должен был сыграть роль, чтобы воспрепятить переходу страны демократических принципов развития, вот, тоталитарным принципам, вот, так, президентского авторитаризма. Ну, и третий урок, я думаю, стоит извлечь из того, что для того, чтобы где-то, так вот, в какой-то отдельной стране демократия уцелела, вот, и имела перспективу на стабильное развитие, все-таки должна быть достаточно мощная экономическая и политическая протекция со стороны стран Запада. Если мы, например, в отношении Украины и Грузии вот видим и чувствуем вот эту протекцию, которая оказывается для демократического развития этих стран, то Киргизия, в общем-то, была как-то заброшена, вот, а так как страна маленькая, то маленькому кораблику крайне сложно плыть в этом бушующем море геополитики. В итоге этому кораблику нужно куда-то пристать. И мы думаем, что этот кораблик, в общем-то, нашего гавани пристал к Российской Федерации, вот, потому что вот те вот изменения, которые были внесены в Конституцию в результате апрельского референдума, они, в принципе, по своей сути повторяют вот те изменения, которые были внесены в Российскую Конституцию год назад. На этом я все не буду больше, как говорится, занимать ваше время. Вот. И да, еще одно маленькое замечание, что нас ждет в будущем. Действительно, Нурбек сказал, что рано говорить о том, что эксперимент закончен. Но я думаю, тоже рано говорить из-за того, что мы до сих пор не знаем, как думают две трети избирателей, которые не пришли избирать на участке в апреле, когда решался судьбоносный, в принципе, вопрос, какое государственное устройство будет в Киргизии в ближайшее время. Вот. Как проявляет себе вот этот электорат, который не пришел, что он думает, мы пока не знаем. Но я единственное хотел пожелать вот киргизским своим друзьям, коллегам, у меня их очень много в Киргизстане, чтобы новый переход, как говорится, от авторитаризма президентского, так вот, демократическим началом все-таки прошел мирно, без понимания массовых жертв, потрясений. Вот это хотел бы пожелать им. Спасибо большое. Я хотела обратить ваше внимание, что наша трансляция идет в Фейсбуке, и там есть вопрос. Моя коллега Алена переслала его в чат, вопрос адресованный Аркадию Дубнову, и поэтому я бы попросила после выступления Сергея Сумленова Аркадия взять слово и на него ответить. А сейчас у нас Евгений Жоктис. Пожалуйста, Евгений. Включите микрофон, пожалуйста, Евгений. Все, слышно? Добрый день еще раз всем. Кратенько, но несколько таких рефлексий по поводу, что было. У меня есть один друг, художник-абстракционист, с которым мы там иногда выпивали, особенно в молодые годы. И где-то в 90-х, в конце 90-х мы сидели. И я ему жаловался на очередные авторитарные тенденции, которые у нас в стране происходят. А он к этому очень далек от политики, от общественной сферы. Он вдруг побежал в комнату, принес мне книгу истории, не знаю, за какой-то пятый или какой-то класс, где изучали средние века. Открыл ее и показал какую-то страну по хронологии. Говорит, посмотри, там что-то произошло в 1300 таком-то году, а потом в 1600 таком-то. А там же, говорит, посредине кто-то жил. Вот мне это очень понравилось. Очень хороший такой образ замечательный, что посредине кто-то жил. И вот когда мы говорим о абсолютно верной, я, так сказать, тоже разделяю теорию о цикличности, о волнах и так далее, но все проблема в том, что иногда эти волны имеют такой очень масштабный характер и прокатываются по 3-4 поколениям, не оставляя определенного следа. А иногда на этих волнах существуют собственные волны, более мелкие, на которые как-то можно влиять и в которых можно создавать буруны и что-то делать. Поэтому я думаю, что, конечно, никакого алармизма нет. Есть несколько принципиальных вещей. Я экономист по первой специальности, юрист по второй, 35 лет, наверное, уже в политике и в общественной жизни. И продолжаю пытаться читать лекции студентам, гражданским аутистам, молодым и так далее. Пытаюсь все это вместе собрать и как-то получить маленький хотя бы для себя личный ответ на вопрос, который возникает и который мы здесь обсуждаем. И ответ у меня очень простой. Первое. Конечно, концепция прав человека, так сказать, может меняться, могут быть различные к ней подходы, но есть несколько фундаментальных вещей. Унижение достоинства исключается, дискриминация исключается, свобода есть важное устройство и равенство есть важное устройство. Из справедливости без справедливости никуда. И что ты не делай, веками в различных соотношениях все равно вот эти вот как бы фундаментальные вещи, они проходят и на них ничто не влияет. Какие бы борьба за них продолжается и будет продолжаться. Просто потому что, что бы ни происходило, глобализация, суверенизация не происходила, вот эти фундаментальные вещи, они есть и на них строится еще, так сказать, какое-то здание, в которое я верю. Я убежденный сторонник демократии, я убежденный сторонник свободы, я понимаю, что без демократии, верховенства права и рыночной экономики построить, это более эффективные методы, чем все остальные, как бы мы там не откатывались, какие бы популисты и правые повороты не были, есть какой-то определенный набор более эффективных средств, пока ничего другого не придумали. Поэтому, логика моя очень простая, вот 30 лет я работаю в этой сфере. Казахстан, страна своеобразная, так сказать, мы сейчас живем с двумя башнями, я говорю всегда, что два президента все равно лучше, чем один, потому что один хуже. Но два президента, у нас два их, ну ничего, значит, ты имеешь какое-то конкретное пространство, в котором ты пытаешься что-то делать. Там смертную казнь отменили, отменили, ювенальную юстицию есть, есть, какой-нибудь плохой суд присяжных есть, доступ к тюрьме есть, национальный примитивный механизм есть. То есть ты что-то делаешь. Поэтому, а на международном уровне я там пытаюсь и подписываю эти самые призывы к обновлению демократии, активно работать там с мирным движением демократии, я продвигаю то, что считаю нужным. И я понимаю прекрасно, что есть для меня фундамент, на котором я стою, и вот эти вот несколько фундаментальных вещей, независимо как там обсуждаются нюансы теоретические или практические концепции прав человека, они для меня есть, это первое. Второе, я понимаю, что вот это лучше, исходя из моего опыта, знаний и профессионализма, лучше, чем другие формы и правления, и экономики и так далее. Третье, есть возможности стратегические, есть тактические, и нужно пытаться выжимать максимум из того, что получается. Вот чем больше выжимаешь, тем как-то не зря свою жизнь живешь, потому что, как сказал мой друг, возвращаясь к этому, посредине кто-то жил. Спасибо. Спасибо, Евгений. Не хотелось бы быть теми, кто живет где-то посередине. Я передаю слово Сергею Сумленному, пожалуйста, после его выступления ответы на вопросы. Обратите внимание, в чате еще несколько вопросов, которые поступили до начала нашей дискуссии. Пожалуйста, Сергей. Спасибо, Михаил. Я с большим интересным впечатлением послушал многих коллег из России, из советского пространства. И вот в отличие от заявлений уважаемых филижанок из Венгрии и из Польши, они меня очень сильно поразили. Они очень напомнили такие подходы, что я и с Эргельсом согласен, и с Калским не согласен. И вот надо все просто сейчас быстро отменить и переделать, и вот все мы сейчас сделаем. Концепция того, что демократию надо ограничить для того, чтобы неграмотный ОХЛОС получил по рукам, а мы, грамотные элиты, сможем строить, не оглядываясь на все эти демократические процедуры, что-то хорошее и перспективное, она летает в российском преимущественном обществе уже очень давно. И, собственно, все сделки, которые российская либеральная просвещенная элита, лишенная властных, собственно, ресурсов, заключала с теми, у кого была власть, начиная с начала 90-х годов, они строились на основании веры в то, что мы будем умными советниками при недемократической жесткой власти и будем железной рукой вести это быдло к счастью, куда оно в своей глупости не хочет идти. То есть, начиная со всех нарушений Конституции при Ельцеле, начиная с применения танков в Москве, начиная с применения танков и артиллерии с авиацией в Чечне, всегда либеральные, образованные люди, преимущественно сторонники этой идеи, аплодировали вот этому жесткому решению. Именно поэтому мы все помним про эти праздники, где же наша армия, почему она не защитит нас от этой Конституции проклятой, от этого мечты о российском Пиночете, о российском Сингапуре и так далее. Чему это все привело, мы все знаем, да, игнорирование полное институционного процесса в борьбе якобы с коммунистическими реваншами привело к тому, что построен Советский Союз 2.0. И все эти наивные люди, которые полагают, что мы сейчас будем править глупых ГБшников, они оказались отвертыми почему-то. Вот это то, что я хотел бы сказать про представление Аркадия, о том, что избирательные цензы вести и так далее. Первый, кто попадет в избирательные цензы, отправится в лагерь, это вы, Аркадий. А не Охлас, который голосует за Конституцию изменения. И, собственно, Конституция же, все эти конституционные изменения, они демократические, они же и есть, это предложение того, что мы ограничим демократию ради того, чтобы прямым путем пойти. Дальше. Собственно, все мировые способы ограничения права в поворотах, они все построены на международном, на долгой, скучной, нудной, малоэффективной, но единственно рабочей международной системе международного права. Это всемирная, это универсальная декларация прав человека. Это Европейский суд по правам человека. Это диригирование национальных компетенций, национального суверенитета в международные структуры. Будь то ООН, будь то ЕС, да, будь то, значит, международный уголовный суд, будь то еще что-то. И разумеется, все эти структуры, они неэффективны, долги, и не всегда работают, и даже демократии не всегда готовы к ним присоединяться. Например, США игнорируют международный уголовный суд. Но других вариантов нет. И пытаться сказать, что мы все разрушим до конца и построим что-то новое, простое, быстро, это примерно как товарищ Шариков с товарищем флондером предлагали обустроить колонку скидок. Значит, дальше, что еще нужно понимать, что вот эти все, все повороты, которые мы сейчас видим, да, к нелиберальным демократиям, да, к определению, собственно, якобы, собственной судьбы без оглядки на соседей. Это Орбан, да, это, значит, то, что мы видим в Польше с ПИС, это частично Брексит, это Трамп, который, значит, проиграл выборы, но 4 года прекрасно себя чувствовал, возможно, будет еще себя прекрасно чувствовать. Это все другие варианты. Они же построены именно на том, что люди пытаются заклейнить простые пути и сказать, что вот мы вернем себе уважение к самим себе и, значит, уважение к нам со всего мира. Мы построим настоящую демократию вместо вот того, что нам навязан. Бороться с этим, попытками ограничить демократию, это провоцировать ситуацию еще больше, потому что любые разговоры о ограничении демократии, ради этой страны демократии, это аксумарон. Единственное, что мы можем видеть в этом во всем, как выход, это усиление влияния международных структур и попытка демпфирования этих демократий. Это попытка поддержать имеющиеся связи, попытка использовать имеющиеся международные институты там, где это возможно, для сохранения всего. Я совершенно согласен, туда, конечно, должна быть интеграция с Евросоюзом, там должны быть экономические планы и так далее, и так далее. Но эта ошибка полагает, что хороший диктатор, хороший метод построить демократию, она делается как бы часто и везде. И Евросоюз, и США были виновны, разумеется, в том, что они поддерживают, например, Саакашвили в Грузии. Полагает, что это наш хороший диктатор, который построит демократию. Не строит никогда диктатора демократии. Это одни, как бы, и Саакашвили строил демократию, а только в тюрьмах. И, соответственно, вот эти вот вещи, они не работают. То есть просто они разрушают это все, это мечтание говорить, что мы сейчас все это сделали. И, чтобы закончить, я уже очень долго не говорить. Единственный способ пережить эти вот все националистические, популистские и так далее повороты, это поддерживать действующие институты сложного переговорного процесса внутри общества. Именно наличие большого количества точек силы, интеллектуальной дискуссии, интеллектуальных сил, экономических сил и так далее, могут сохранить разнообразие политических векторов в обществе, которые позволят прожить эту болезнь, значит, изменения институции, диктаторства и так далее, и вернуться к нормальному демократическому развитию. Хочется так же, если бы в Германии западной после Второй мировой войны, когда казалось бы, что какой-то народ был бы обречен с точки зрения своего имиджа, если бы все в Европе сказали, что Германии не должно больше быть, потому что немцы доказали, что неспособная нация демократии, то в 1945 году, в принципе, такое точное зрение получило бы огромную поддержку. На сегодня мы слышим, что вот нации какие-то там, советская травма, ханская травма и так далее, нет ни одной нации, которая сразу же рождается демократической. Все нации имели в своем бэкграунде тиранов и, значит, недемократию гораздо дольше, чем они имеют демократию. Но при этом все нации способны к демократии. Нет наций, которые травмируют настолько, что не способны к демократии. И Германия в 1949 году показала, что может она и Бундестакт избрать совершенно нормально, и Конституцию принимать, основной закон совершенно нормально, и развиваться дальше. Но такое развитие возможно только при наличии большого количества сложных структур в обществе. А упрощение, и походится сказать, что мы выйдем из этого, 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 это концепция старая, концепция устарелая, концепция нам мешает экономически развиваться, оно как раз ведет к упрощению. А когда у нас упрощение, то побеждает один этап из больших людей, у которого, собственно, такие идеи приводят к власти, привели к власти. И в этом, на самом деле, заслуга, в том числе, вот, те групп, которые продолжают требовать введения избирательных ценностей и так далее. Именно они привели во многих странах постсоветского пространства из этих вот всех желающих суверенной демократии и, значит, закрепления моральных скрепт в Конституции. Спасибо. Спасибо большое. И я напоминаю, что у нас в чате был вопрос к Аркадию Дубнову. Аркадий, пожалуйста. Я готов. Я готов. Читайте, зачитайте, пожалуйста, вопрос. Я просто здесь, у меня проблемы с гаджетом. Вопрос следующий. Аркадий Дубнов упомянул о возвращении на новом уровне к механизмам цензов для участия в демократических выборов. Какой характер цензов, с его точки зрения, мог бы обеспечить максимально компетентное голосование избирателей, особенно учитывая, что последние десятилетия именно снижение веса компетентного голосования привело к политическим катаклизмам вроде Brexit? Ну, во-первых, в общем, я благодарен всем тем, кто счел меня представителем тех обширных групп либералов, которые настаивают на возвращение к избирательным цензам. Нет, я бросил этот тезис абсолютно на уровне экспромта. Я не готовился вообще об этом говорить. Но спровоцировал к этому, так сказать, вброс у меня от выступления Нурбека. Важное с точки зрения дискуссии, заострения этой дискуссии. Я ни в коем случае не сторонник. Я не сторонник в ведении либеральных ценностей. Я вскинул это как проблему, которая обозначает, возможно, обозначает рост этого тренда на ахлократии, которое, кстати, упомянуто было в разговоре о Brexit. Сегодня, я не владею сейчас цифрами, но сегодня известно, что в Британии очень многие хотели бы вернуться к тому, в кавычках, референу, который привел к решению о Brexit. То есть вот, ведь, да, это была прямая демократия, большинство, ну, незначительное. Я замечательно, я к этому отношусь с уважением, но все ли готовы уважать мнение как бы большинства? Вот в Киргизии, в той же Киргизии, с чего начиналась наша дискуссия, не готовы были на сегодняшний день уважать это мнение большинства. Как только, так сказать, как только представилась возможность, результаты прежнего голосования были опрокинуты. Вот Слава Маймедов говорил, например, о том, что у парламентской демократии в Киргизии быстро, извините за слэм, за мой французский пардон, сковырнулась, и будет строиться тоталитаризм или там, да, деспотия. Вы понимаете, в чем дело? В Киргизии, я занимаюсь центральной айзией, поверьте мне, почти 30 лет, в первую очередь, с Киргизии у меня начиналась эта работа. В парламентской демократии не было реальной в Киргизии, не будет там и никакой диктатуры. Сила, так сказать, характера национального киргиза. Они просто это не потерь. И сейчас уже мы видим глухое сопротивление. Поэтому говорить о том, что мы вернемся, или вот сейчас, например, Сергей, говорю о том, что пройдет время, мы вернемся, мы преодолеем национализм и популизм и вернемся к нормальному демократическому развитию. Ну, друзья, я с уважением отношусь к таким надеждам, но видите ли, национализм и популизм – это имманентные свойства человеческих групп. Они будут всегда, понимаете, они будут возникать, то есть в процессе применения реальных демократических процедур будет возникать преодоление этих тенденций. То же самое, как вернуться к нормам демократического развития. Ну, слушайте, демократическое развитие в разных странах в разное время возникало, и нельзя вернуться к нормам демократического развития в нашей любимой Киргизии или в России. Они были очень условны. Говорят, что демократия в России существовала там 8 месяцев, с февраля по октябрь 1917 года. Ну, послушайте, это очень красивые тезисы, да, про демократию во времена Кормиловского мятежа и так далее. Поэтому я согласен, что я бросил провокативный тезис, но я не согласен с тем, что это есть как бы реальное предложение тренда на строительство, как сказал Сергей, демократии. Демократия не строит, пишется. Это мое реальное, на мое глубокое мнение. Спасибо. Спасибо, Аркадий. У нас есть поднятая рука Александра, видимо, реплика. И затем у нас есть несколько вопросов, которые поступили до начала дискуссии. Я выложу их в чате и начнет озвучить свой вопрос Батыр после выступления Александра. Пожалуйста. Нет, я уже, я ее убрал. Нет, это я забыл опустить. У меня больше ничего нет. Опускаю, как я опустился. Понятно. Коллеги, у нас нет поднятых рук, поэтому я даю слово Батыру. Он озвучит свой вопрос и кто захочет на него ответить. В первую очередь это вопрос к нашим спикерам, ну и ко всем участникам тоже. Пожалуйста. Добрый день. Батыр Джанкезов, Карачаево-Черкесская республика. Спасибо за приглашение. Я хотел задать вопрос о росте популизма, о росте консервативных тенденций в конституционных трансформациях. Как показывает практика, различные государства постсоветского пространства, которые мы называем государствами третьей волны, являются характерны некоторый обратный откат от третьей волны демократизации, который профессор Медушевский назвал конституционной ретрадиционализацией. И у меня такой вопрос, насколько, что на ваш взгляд является ростом, причиной роста этого популизма, его поддержки в обществе. И вот добавлю, Михаил Валентинович прокомментировал мой вопрос. Что здесь является причиной, а что следствием? Популистский запрос обуславливать конституционные перемены или перемены конституции, инициированные в первую очередь сверху политической элитой, инициируют этот рост популизма. Спасибо. Спасибо, Батыр. Кто хотел бы ответить? Нурбек? Я думаю, это взаимосвязанный процесс, но я думаю, что прежде всего это общественное сознание. Общественное сознание, конечно, подготавливает уже какие-то конституционные изменения, но если правящая группа достаточно эффективная и ответственная, она может задавать планку нечто выше, то есть подтягивать общественное сознание до уровня высшего. Я так думаю, если я правильно понял этот вопрос. Спасибо. Так, Дмитра у нас нет сейчас. У нас поднята рука у Евгения Жовтиса. И, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое. Два маленьких ремарки. Первая по поводу референдумов и демократии при помощи референдумов. Ну, я много старался читать, так сказать, таких вот книг, которые касаются вообще прямой демократии. И, очевидно, совершенно, ну, классический пример и Брексит, и Соединенные Штаты Америки выборы. Понимаете, тут демократия-то в том видении, как, будем говорить так, диктатура большинства уходит, потому что это бесполезно. Когда вы имеете 47% недовольных, по сравнению с 53% довольных, это не создает никакой стабильности, это создает только напряжение страшное. Поэтому лучше через демократические процедуры выходить из ситуации, когда необходимо передавливать одним голосом. Эти системы уже не работоспособны, и поэтому так в области прав человека мнение меньшинства, большого меньшинства относительно большинства или маленького, все равно пытаются учитывать для того, чтобы понижать уровень конфликтности, иначе эти системы очень плохо работают. То есть это не лучший способ с одним голосом решать серьезную проблему. Это создает только напряг. А вот то, что касается вопроса о популизме, понимаете, тут опять от того, чего я отталкивался, когда выступал. Вот есть для меня три фундаментальных таких отправных точки. Рыночная экономика как способ хозяйствования наиболее эффективный по сравнению с другими. Он позволяет получать какой-то продукт, который потом можно отделить, условно говоря, я так максимально примитивизирую. Но дело в том, что она не работает, если вы не имеете верховенства права. То есть если вы имеете нормальных институтов, поддерживающих правила игры, и правила игры более-менее равные. А они не работают, в свою очередь, если есть демократические формы управления, инклюзивность той же самой и учета различных мнений для того, чтобы контролировать этот процесс. То есть я понимаю, что популизм, он как раз и работает, потому что второго и третьего нету, а первое ничего не дает. И поэтому на вот этой волне мы сейчас с рыночной экономикой вам сейчас поможем, мы сейчас все сделаем, а уже там верховенство права, демократические институты – это вторичные. Потом они когда-нибудь придут. Поэтому у нас и популисты аккуратно рассказывают, и наши диктаторы разные авторитарные говорят, сначала экономика, потом политика. Это такой классический, фундаментальный, элементарный слоган, который вбрасывается. Поэтому я думаю, что популизм у нас идет как бы с двух сторон. Популизм идет, то есть это такая дорога с двусторонним движением, сверху так проще управлять. И на этом отыгрываются политические технологии, возможность не прихода к власти, заметьте, хотя иногда это и приход к власти, вот, например, того же Трампа, но все равно это внутриэлитный процесс, где используются некие мобилизующие хорошие факторы. А снизу – это такое определенное иждивенчество, и где это набирает особые, о чем немножко говорил Аркадий, где это набирает особую массу, это набирает, естественно, внизу, где вы видите, где… Это лучше слушать. Ну, посмотрите на простой, последний уже, посмотрите на простой пример совсем с другой стороны. 25 до 30 процентов плену этой самой конспирологии во всех ее формах. От антиваксов до того, что там Сорос пьет кровь в христианских младенцах. И это вот, оно катится, и когда вы туда, в эту же… И это очень хороший мобилизующий фактор. Люди вокруг этого, им удобно в это верить, это хорошо работает. Если туда еще закинуть, мы решим проблему, за этим человеком начинают идти. И вот это тут политическая технология, а там ожидание, что это может быть решено, потому что другого инструментария в принципе нет. Или другого инструментария, нет опыта этим другим инструментариям пользоваться. И вот этого понимания взаимосвязи экономика, права или механизма права и формы управления, института и процедуры, о которых тоже говорили, без процедур невозможно, оно не работает. Вот то, что нужно пытаться вот эту вот связку на всех уровнях, так сказать, показывать, конечно, крайне важно. Но, тем не менее, пока вот этот популизм, а популизм правым поворотом, они идут, ну, как рука об руку в каком-то отсутствии. Спасибо. Спасибо, Евгений. Я вижу поднятую руку Аркадия. После выступления Аркадия Анвар сформулирует свой вопрос, который он уже выложил в чате. Это вопрос Нурбеку. Пожалуйста, Аркадий. У меня такое короткое замечание. Это не вопрос, а некий тезис, может быть, тоже на обсуждение. Смотрите, я пропустил важную реплику Жени Жовтиса в первом его спичи. У меня он сказал, что очень характерный и важный. Он сказал, что вот мы в Казахстане, у нас очень своеобразный государство, у нас два президента. Ну, хорошо, два президента лучше, чем один. И, тем не менее, вот мы делаем то, что мы делаем, делаем, что должно, типа принцип, да, будет, что будет. А что будет? А то, что потихонечку, да, медленно, но, тем не менее, тренд как бы неуклонный, выстраиваются институты государства. Да, есть, так сказать, попытка выстроить гражданские институты, судопроизводство и прочее, да. Так вот, этот первый президент, он для чего, как мой, извините, на мой непроисвещенный взгляд, там сейчас необходим в Казахстане. Он есть неким образом гарант движения к государству в Казахстане, которое в свое время Путин как бы подверг серьезному астракизму. Но нет, в Казахстане не было никогда государства, на что казахи очень сильно и справедливо обиделись и дали потом ему фидмэк. Да, было у нас государство, как это называлось, ханство, да. Я к чему говорю? О том, что в Центральной Азии, я прочитаюсь к тому, чем я много лет занимаюсь и на чем сегодня я рассказываю, все наши дискуссии на премьере Киргизии. В Центральной Азии идет процесс выстраивания государственности. И пусть меня извинят в Киргизии, в Таджикистане, в Узбекистане, в отличие от Казахстана, может быть, там в меньшей степени была прежняя форма государства. Там не было того государства в современном понимании. Поэтому в первую очередь там вот это становится доминантом. Поэтому в Киргизии это государство, мы уже случайно еще недавно говорили про два несостоявшихся государства в Центральной Азии, в Таджикистане и Киргизии. Те самые несостоявшиеся государства, которые позволили сегодня развязать между собой войну кровопролитную. Почему? Потому что демократия, как известно, не воюет, а такие государства могут воевать. Так вот первая проблема – это выстраивание государства. А в условиях, когда оно, это выстраивание подавляется этим так называемым старшим имперским братом. Когда Россия фактически пытается монополизировать это строительство, а в ряде случаев ему мешает. Ну что Киргизий сегодня может сделать, когда вот этот будущий, так называемый, в кавычках, диктатор, никаким он не будет диктатором. Он не на зоне у себя находится, в большом пространстве. Он приезжает через неделю в Москву. Он, так сказать, является опять за ярлыком направления. Поэтому вот серьезно рассуждать о падении демократических процедур Киргизии, ну, рановато, ребята, рановато. После французской революции там, как известно, сказал один большой человек, 200 лет не прошло, рано говорить о результатах. Поэтому не будем спешить. Там не было ни парламентской демократии, повторяю, не будет диктату. Так что, как бы, ну, чуть линее, мне кажется, к этому надо относиться. Вот и все. Спасибо. Спасибо, Аркадий. И слово Анвару. Вопрос прямо под теме нашей дискуссии. Пожалуйста, Анвар. Анвар, включите микрофон. Микрофон. Мы вас не слышим. Да, а теперь... Слышим. Меня зовут Анвар Деркач, Украина. Хотел задать вопрос Нурбеку. Даже два вопроса, если это возможно. Вы слышите меня? Да, да, слушаем. Продолжайте. Первый вопрос я задал в чате. Для правозащитного сообщества знаковой является судьба Азимжона Аскарова, который был осужден на пожизненное заключение и умер в заключении. В связи с изменениями, которые мы сегодня обсуждаем в Кыргызстане, переход к президентской модели, может ли это усугубить положение правозащитников, которые вступают в конфликт с властями Кыргызстана? Это один вопрос. И второй вопрос. Кыргызстан среди всех центрально-азиатских государств выделяется тем, что там меняет вмешательство государства в религиозную жизнь. Многие религиозные группы, которые запрещены в соседних государствах, вполне комфортно себя чувствуют в Кыргызстане. Переход к президентской модели. Может он повлечь за собой более жесткий контроль и большую степень вмешательства государства в религиозную жизнь и больший контроль с силовыми элементами этого контроля? Вот такие два вопроса. Спасибо за вопрос. Что касается Аскарова, действительно, власти очень успешно воспользовались общественным настроением, достаточно агрессивно настроенным к самому Аскарову и в то время красотам Баев. А именно воспользовавшись этим общественным настроением очень уничтожил сам авторитет международных органов по правам человека, в частности, вот этот комитет ООН по правам человека, предвидя вот это, что будет это решение комитета по Аскарову. И поэтому вот тогда был момент, когда у нас был шанс изменить после решения комитета ООН по правам человека, но вот уничтожение вот этого авторитета международных органов по правам человека, оно вот таким образом трагически сказалось на судьбе Аскарова. Но впоследствии это сказалось уже и на судьбе самого Атамбаева и многих других членов предыдущей правящей группы, потому что они сейчас сами находятся в том состоянии, когда им очень помогли бы эти международные институты, авторитет которых они сами уничтожили. Но здесь в плане развития этого института, я думаю, что сейчас, поскольку они сейчас имеют каких-то своих сторонников, я вижу все же шанс вновь возродить, более нарастить даже авторитет комитета по правам человека, их решений по нашим кейсам, потому что уже они могут привлечь каких-то своих сторонников ресурсов для того, чтобы суд уже принял вот в соответствии вот именно с процедурами комитета решения, то есть исполнял решение этого комитета. Вот такая ситуация. И, ну, конечно же, переход к президентской форме, к такой абсолютно монархической конституции, по сути. То есть сейчас, по сути, по конституции у нас единоличная власть президента, системы сдержек и противесок, как таковой, совсем нету. И, естественно, мы, ну, лично я ожидаю и готовлюсь ко всякому, потому что сейчас уже проводятся всевозможные там акции, где постоянно тут опять делают врагов народа из НПО на каждую акцию приходят там ищут геев в таком вот плане. И я считаю, что нужно готовиться ко всякому. Уже есть определенные тревожные сигналы, слежения, какие-то вот акции со стороны правоохранительных органов часто происходят. Ну, это совершенно естественный процесс. Но в то же время я, тем не менее, не теряю своего оптимизма. И здесь я, конечно, должен признать, что есть некое противоречие все же вот в истории, в хыргызской истории, потому что действительно я сам ощущаю это противоречие, потому что говорили, что мы прибыли в гавани России, но на самом деле мы всегда находились под влиянием России. Для меня всегда это какая-то тайна, почему у нас мы хыргызы, да, с одной стороны не терпим диктатуру, но и с другой стороны мы такие самые близкие друзья вот нашего такого северного соседа. Для меня это загадка, как это совмещается в нашей истории. И следующий вопрос еще, напомните, пожалуйста, сейчас следующий вопрос Анвар. Я напомню, насколько переход в президентской форме правления может повлиять на религиозные свободы в Кыргызстане? Я думаю, по логике этого процесса это влияние будет, потому что уже было вмешательство государства, вмешательство спецслужб в деятельность нашего религиозной общины мусульманской и в обществе довольно так, самые различные мнения на этот счет существуют, есть полемика, и она часто агрессивная, и я вот расцениваю вот эту угрозу как одну из самых таких серьезных угроз развитию нашей демократии. Спасибо, Нурбек, и я передаю слово для последнего на сегодня, подчеркиваю, на сегодня выступления Вячеслава Мамедова. Пожалуйста. Передо мной выступал, в общем-то, Аркадий, он сделал достаточно интересное замечание, то, что в Кыргызстане не было, в общем-то, республики, не было ни парламентской республики, и, в общем-то, тоталитаризм Кыргызстану не грозит, но учитывая вот так вот опыт нашей страны, печальный опыт нашей страны, я бы хотел сказать о следующем. Сползание, так и сваливание страны, так вот пропасть авторитаризма и тоталитаризма всегда занимает нам много более коротких строк, чем построение действительно демократического государства. Например, нашему нынешнему президенту Берду Мухамедову достаточно было всего лишь 10 лет, чтобы вот от выборной системы президентского управления в Туркменистане прийти практически по жизненной форме правления. То есть последние редакции наших институций вообще убрали по этим количеством сроков сколько президент может сидеть на этом троне. И эти серьезные вызовы достаточно очень актуальны, думаю, будут очень близко и уже достаточно скоро придут в Кыргызстан. Я думаю, что если вот сейчас вот те самые две трети вот так вот гражданского общества, которые не пришли, если не начнут уже сейчас, не откладывая так вот в долгий ящик вот разработку методов и форм сопротивления нынешней власти, то все пойдет в общем-то по накатанному пути. Будут созданы пропрезидентские движения, будет создана пропрезидентская партия, будет нарастать в общем-то административные вот и другие ресурсы для того, чтобы эта власть долго достаточно сидела и превратилась в общем-то в обычную авторитарную власть, которую много в окружающем пространстве вокруг Кыргызстана. Поэтому нашим коллегам хотел пожелать удачи. Я в общем-то им советую оставить все свои противоречия, противоречий вот даже среди и происходящих организаций достаточно много и понять всю серьезность ситуации и те угрозы, которые сейчас нависли на демократическом развитии вашей страны. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо большое, Вячеслав. Я хотела бы поблагодарить наших спикеров и участниц нашей дискуссии «Солидарити Ток», который был организован Центром гражданской свободы Московской Хессинской группой. И опять же сказать и подтвердить, как говорил мой коллега сомодератор Михаил Сава, это точно не последнее наше обсуждение. И мы будем очень рады обратной связи касательно тем, которые было бы интересно обсудить в кругу правозащитников, экспертов, журналистов и гражданских активистов, в том числе ученых из разных стран региона Евразии. И передам слово Михаилу Саве для заключения. Друзья, огромное спасибо за ваше участие. Практически все, кто сегодня был в эфире, так это назовем, так или иначе приняли участие, высказались или задали вопросы. Я постоянно делал в себе пометки, поскольку для нас в Центре гражданских свобод, в таком формате, как Киевская школа прав человека, очень важно понимать, что происходит в том огромном регионе, где мы работаем, каковы проблемы, запросы, потребности правозащитного сообщества. И это не просто праздный интерес, это нам нужно для того, чтобы научиться эффективно координировать наши усилия. еще раз огромное спасибо всем за участие. Мы готовим следующую встречу, думаем над деталями ее формата, думаем над ее содержанием и приглашаем вас к участию в этом обсуждении. Спасибо. Игорь Негода